Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! На портале экзегет.ру с вами Протерий Дмитрий Сезоненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами прочитаем 16 главу Евангелия от Иоанна. Мы читаем завершающую главу, в которой содержится третья часть прощальной беседы Иисуса Христа со своими учениками во время Тайной Вечери. И слова, которые он произносит, полные напряжения, ожидания надвигающейся катастрофы. И каждое слово, которое он произносит, заслуживает очень внимательного и вдумчивого прочтения. «Сие сказал я вам, чтобы вы не соблазнились, изгонят вас из синагог, и даже наступает время, наступает час, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем самым служит Богу. Так будут поступать, потому что не познали ни отца, ни меня. Но я сказал вам сие для того, чтобы вы, когда придет то время, пробьет тот час, вспомнили, что я сказывал вам о том». Прежде всего, здесь заслуживает внимания слово «соблазниться», слово «соблазн», по-гречески «эскандалос». Это слово означает тот камень, о который ты можешь приткнуться на пути и упасть. Христос говорит о том, что Он готовит Своих учеников к битве, и что их путь будет усеян камнями приткновения, им предстоит столкнуться с ненавистью, враждой этого мира. И все это Он говорит для того, чтобы они были мужественны. И в тот момент, когда их постигнет испытание, они вспомнили те слова, которые Он им говорит сейчас и скажет чуть позже. «Вас изгонят из синагог». В действительности здесь мы слышим голос того поколения учеников Иоанна, которые действительно столкнулись с этой катастрофой, враждой своих. Изначально христианство было частью иудаизма, и в какой-то момент возникает напряжение, возникает конфликт, и иудеи изгоняют христиан из своих общин как еретиков. И Христос уже предвидит этот момент напряжения и говорит о том, что однажды пробьет час. И здесь звучит это ключевое слово Евангелия Туанна, «кайрос», «час», точно так же, как приближается час Христа, это час Его смерти, час распятия, который будет одновременно и моментом Его воскресения, моментом Его славы. Это решающий момент, час с большой буквы, час прославления. Завершается и Его земной путь, и одновременно позор Христа станет моментом Его торжества. Парадоксальным образом, все координаты земной истории будут опрокинуты. И в этот момент Христос своим взором как бы перешагивает, переступает через горизонт смерти, смотрит то, что простирается по ту сторону конца. По ту сторону конца разворачивается безбрежный горизонт, некая высшая надежда, которую трудно описать словами, и последующие стихи говорят о пришествии и действии Святого Духа. Но ученики вначале не понимают. Они слышат о том, что Христос уходит, и от этого их сердце исполняется печали. Они встревожены этой разлукой, как и тональностью слов. «Я иду к пославшему Меня, и никто из вас не спрашивает Меня, куда идешь?» Действительно, ученики услышали глагол «уходить», и уже от этого опечалено их сердце. Но нужно всегда смотреть по ту сторону своей печали. И очень важно задать вопрос «куда идешь?» В Евангелии от Иоанна глагол «куда» или «где» в действительности всегда указывает на истинную сущность, на идентичность того, кто говорит. Христос уходит туда, где Он был всегда от начала. И вопрос «куда идешь?» в действительности означает «кто ты?» И это ученики сейчас не задают. Они слишком скованы своей печалью. И Христос отвечает на их печаль, и вместе с тем отвечает на тот главный вопрос, который у них еще и не возникает. «Истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам. И он, придя, обличит мир о грехе, и о правде, и о суде, о грехе, что не верует в меня, о правде, что я иду к Отцу моему, и уже не увидите меня, о суде же, что князь мира сего будет осужден». В этих словах Христа разворачивается целая программа. Во-первых, для Иоанна мир парадоксален. Христос уходит, но в действительности, чем дальше Он будет учеников, тем Он будет ближе к Отцу. И парадоксальным образом, тем самым Он будет ближе к ним. И поэтому для вас лучше, что я уйду. Чем дальше я от вас ухожу, тем я ближе к Отцу. И это означает, что я буду ближе и более действенным образом буду присутствовать среди вас, действием Святого Духа. И дальше раскрываются следующие пророчества о действии Святого Духа. Святой Дух придет для того, чтобы обличить мир. Слово «обличить» не означает просто критиковать. Слово «обличить» как свет разоблачает мрак, то есть срывает покров мрака, для того, чтобы открылась истинная суть вещей, чтобы мы видели мир таким, каков он есть. Точно так же и Святой Дух обличает просто тем, что он наполняет все своим светом. И тогда каждая реальность получает свое подлинное имя. То, что было грехом, называется грехом. То, что было правдой, будет правда. То, что будет судом, действительно будет судом. И здесь мы видим, что грех на языке Иоанна означает только одно. Это означает не веровать в Иисуса Христа. То есть упорно не видеть и отказываться видеть в Сыне Человеческом сияние небесной славы Его Отца. Не видеть за действиями Сына присутствие, скрытое присутствие Его Отца. И в этом грех. Правда состоит в том, что Иисус идет к Отцу, и Его уже никто не увидит. Суд состоит в том, что князь мира сего осужден. И здесь может быть самый парадоксальный момент этой главы, потому что суд над Христом приближается к своей вершине. И кажется, что на скамье подсудимых оказывается Христос, потому что именно он будет осужден за богохульство. Он будет обвинен в самом неприятном и унизительном преступлении, парадоксальным образом. Но в действительности, предстоя на скамье подсудимых, он становится высшим судьей. И наоборот, те, кто его будут обвинять и обличать, окажутся на скамье подсудимых и будут осуждены. И все это произойдет действием Святого Духа. Точно так же, когда мир ненавидит учеников, только Святой Дух может их освободить от вынесенного приговора, обличить неправду и обнажить истину. Именно поэтому Святой Дух – это Дух Истины, как мы говорим, обращаясь к Нему в молитве Царю Небесному Утешителю. Дух Истины. То, что говорит Христос сейчас ученикам, они не могут этого вместить. Потому что печаль слишком овладела их сердцем. Христос так и говорит. «Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет Он, Дух Истины, то Он оставит вас на всякую истину, ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить то, что услышит, и будущее возвестит вам». Здесь Святой Дух открывается, как свет, наставляющий на истинный путь. Как Христос есть путь и истины, и жизнь. Святой Дух в данном случае – свет, который открывает, где же находится путь, для того, чтобы с Него не сбиться. И для того, чтобы вместить во всей полноте слова Христа, одного человеческого разумения мало. И Святой Дух есть некая сила, которая расширяет наше мышление, наш разум до безмерности Бога, расширяет наше сердце до бескрайних просторов Его любви и разумения. Поэтому Святой Дух – это тот, кто наставляет на истине. И здесь замечательные слова. «И будущее возвестит вам». Можно подумать, что здесь речь идет о каком-то искусстве предсказывать будущее. Но для верующего человека очень важно, что будущее – это не то, что свершится когда-то потом, и нужно перескочить через ось времени для того, чтобы заглянуть в это будущее. Будущее – это всегда то, что потенциально содержится в настоящем. Точно так же, как в горчичном зерне содержится будущее дерева, точно так же и в настоящем мгновении содержится будущее и содержится вечность. Чаще всего на языке Иоанна слово «будущее» является синонимом вечности, то есть божественного будущего, божественного присутствия. Синоним вечности. Дух Святой – это вестник из будущего, гость из будущего. Он возвестит вам не просто какие-то последующие события, но обнажит вам ту истину, которая скрыта от вас в настоящем мгновении. Вы сможете по-настоящему видеть присутствие Бога в том, что происходит с вами здесь и сейчас. Вот в чем действует Святого Духа, когда Он возвещает нам будущее. И завершая прощальную беседу, Христос пророчествует о том, что Ему предстоит пережить, о смерти и воскресенье. Он уходит к Отцу, и некоторые из учеников сказали один другому, что это Он говорит нам, «Вскоре не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня, и Я иду к Отцу». Потому что они еще не понимают о том, что Христос говорит о Своей смерти и Своем воскресенье. Он действительно возвращается к Отцу, но действием Святого Духа Он будет опять с учениками и будет посреди них. Сама община учеников станет продолжением присутствия Христа в этом мире. Но пока они еще этого не понимают. То, что они предчувствуют, они предчувствуют муку, страх и тревогу. И Христос говорит именно об этой тревоге и об этой муке и об их печали. И говорит языком притчи для того, чтобы они смогли увидеть в этом мгновении настоящего присутствие вечности. И Он говорит языком совершенно потрясающей, удивительной притчи. Он говорит о женщине, которая испытывает родовые муки. Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее. От того, что здесь опять употребляется слово «час», здесь скрыт намек на самого Христа. Но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. И поэтому та печаль учеников, тот плач, который сейчас наполняет их сердце, должен разразиться новой радостью. Вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется. Вы печальны будете, но печаль ваша будет в радость. И здесь мысль Иоанна абсолютно парадоксальна и не совпадает с тем, к чему мы привыкли в жизни. Потому что мы считаем, что на одном полюсе находится печаль, на другом полюсе находится радость. Но Иоанн как будто разворачивает это двухмерное пространство, бинарное мышление в дополнительной плоскости. В действительности разница происходит не между печалью и радостью. Водораздел проходит между той радостью, которая является тщетной, радость мира сего, она пустая, пустопорожнее, и той печалью, которая в действительности как бы беременна, то есть за ней стоит радость. Может быть такая печаль, которая обернется новой радостью, точно так же, как женщины, которые рождают, испытывают боль, муки, и потом эта же боль превращается в источник нескончаемой радости, потому что в мир приходит новая жизнь. И это верно не только психологически, но одновременно это и пророчество, потому что Христос говорит о своей смерти и о своем воскресении именно как о муках рождения нового мира. Поэтому его крестные муки – это не просто некая боль, которой мы можем сочувствовать, сострадать, но прежде всего воспринимать ее как родовые муки, потому что мы присутствуем при рождении нового мира, в который Христос приглашает нас войти, и вход в него тоже пролегает через печаль, которая беременна радостью, которая легко может разродиться радостью, и эта радость будет совершенна. В заключении прощальной беседы Христос говорит, «Доселе я говорил вам притчами, то есть загадками, но наступает время, когда уже не буду говорить вам притчами, но прямо возвещу вам об Отце». Имеется в виду момент, когда воскресший Христос по-настоящему явит себя как сын своего Отца и сможет возвещать напрямую об Отце. «В тот день будете просить во имя Мое, и не говорю вам, что я буду просить Отца о вас, ибо Сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили Меня и уверовали, что я исшел от Бога. Я исшел от Отца и пришел в мир, и опять, оставляя мир, иду к Отцу». И у учеников возникает ощущение, что они все поняли. И они говорят, «Да, теперь действительно ты говоришь прямо и не говоришь больше загадками. Теперь мы видим, что ты знаешь все. И не нужно, чтобы тебя кто-то спрашивал, поэтому мы веруем, что ты исшел от Бога». Но в действительности, как очень часто в Евангелии от Иоанна, знание становится мнимым знанием, и Христос обличает, иронизирует, парадоксальным образом раскрывает это незнание. «Наступает час, и настал уже, что вы рассеетесь, каждый в свою сторону, и Меня ставите одного, но я не один, потому что Отец со мной». Ученикам кажется, что они веруют и останутся навсегда со Своим Учителем, но в действительности ожидает момент, когда смертная тоска, страх их рассеет. И Христос предупреждает их об этом для того, чтобы между собой они имели мир. «Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, Я победил мир». В действительности, смерть Христа, которая внушает в их сердца сейчас тревогу, обернется нескончаемой радостью. И то, к чему готовит Христос своих учеников, к этой парадоксальной победе, к той смерти, которая обернется воскресением, и к той победе, в которую Он приглашает войти своих учеников. На портале «Экзагет.ру» с вами был Протерей Дмитрий Сезоненко из Санкт-Петербурга. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Санкт-Петербурга. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова